Здравствуйте, коллеги! С вами Исяков Роман, компания DrawMarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно поговорим о том, как закрылась неделя предыдущая, что нам ожидать на этой неделе и что есть, безусловно, интересного. Но перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы также оставляйте в комментариях. Итак, хотелось бы начать с того, что американский доллар продолжает падать. S&P 500 уже сегодня с утра на прецессионной торговле продолжает расти, поэтому фактически мы с вами видим сохранение данной тенденции. Рост S&P 500, то есть рост фондового рынка и падение американского доллара. Фактически, если обобщить и несколько немножко забежать вперед, прежде чем мы начнем смотреть рынки, то пока основная идея сохраняется точно такой же. То есть это продолжать искать возможности купить по индексу S&P 500, возможно, до отметки 3,5 тысячи и также уже работать на понижение американского доллара. Но до каких уровней мы можем падать, вот это как раз важный вопрос и мы должны с вами об этом поговорить и это разобрать. Потому что, конечно, мы с вами понимаем, что чем дольше идут продажи, тем фактически страшнее это делать. Давайте посмотрим на индекс доллара. Здесь перед вами сейчас месячный график. Фактически мы видим с вами последнюю волну снижения, которая началась в марте этого года. И фактически сейчас мы подошли уже к минимальным значениям, которые были в январе 2018 года. Фактически следующий целевой ориентир, если мы сможем уйти ниже уровня 91.82, это движение на 88.31. По минимуму 2008 года, 2007 года мы видели уровень на отметке 71. То есть фактически сейчас мы стоим в области поддержки и в зависимости от того, будет ли новое ралли по индексу S&P 500, скорее всего мы увидим и продолжение снижения американского доллара. Ну в этой связи давайте сразу же глянем на S&P. Сегодня уже торгуемся на локальных максимумах, уже открылись фактически-практически без коррекции. Сегодня с утра уже обновили локальный максимум и следующий целерост у нас здесь находится примерно в области 3460-3500. Туда мы пока и стремимся. Но пока мы придерживаемся того сценария, о котором мы и говорили ранее. То есть до выборов, скорее всего, рынку не будут давать упасть. Ну а после уже мы можем увидеть в течение месяца после выборов. И после, безусловно, получения итогов этих выборов мы можем увидеть коррекцию. Поэтому сейчас пока весь основной сценарий сохраняется на рост фондового рынка. Кстати, пока Байден опережает все еще Трампа. И даже была выпущена статья, где большинство крупнейших аналитиков, крупнейших банков все-таки прогнозируют победу Байдена. Ну будем следить, пока, конечно, это все не нашло подтверждения. То есть мы узнаем уже по факту. Теперь давайте посмотрим, что у нас на этой неделе. И важно тоже напомнить, что сезон отчетов еще продолжается. Но отчитались уже практически все компании. То есть из индекса S&P 500 отчитается буквально 15-16 компаний на этой неделе. Ну а теперь давайте посмотрим, что нас ждет из важных событий. Поставим важный приоритет и посмотрим, что у нас будет публиковаться. Ну, во-первых, во вторник будет опубликовано данные по ВВП. Это ВВП по Германии. Здесь мы видим снижение на минус 10%, то есть предыдущее значение и прогнозное. Если посмотреть чуть ближе, то фактически сейчас предыдущее значение, которое ожидалось, то есть всего лишь падение на минус 2%, вышло 10%. То есть, конечно, этот показатель крайне негативный. И мы с вами понимаем, что Германия ключевой экономический локомотив еврозоны. И здесь, конечно, хотелось бы увидеть восстановление. Если мы говорим о как раз завершении вот этого периода, когда рынки падали, падал ВВП. Ну, собственно, здесь было бы позитивно для рынка увидеть все-таки восстановление. А этот показатель будет опубликован во вторник. А также во вторник выйдут данные по продажам нового жилья. Здесь ожидается небольшое снижение индекса доверия потребителей. Также будет во вторник опубликованы данные по США. В среду выйдут данные по запасам. Здесь пока ожидается снижение. Но мы с вами видим, что нефть застрял в таком боковике. Кстати, ExxonMobil также уже сегодня сказал, что они снижают объемы добычи на одном из ключевых шельфов, которым они сейчас пользуются. Из-за технических сложностей, предотвращения выбросов, которые были вполне вероятны, что это тоже скажется на количестве добытой нефти. Ну и, собственно, может подстегнуть котировки вверх. В четверг также будут опубликованы данные, квартальные данные по ВВП. Здесь предыдущее значение у нас было минус 32. И сейчас ожидается уже прогноз минус 32,9 актуально. И ожидается, что сохранится на прежнем уровне. Возможно, будет какой-то пересмотр. Ну и, наверное, что здесь более важно, это послушать, что же нам скажет Паул. Также в четверг в 16.10 будет его выступление. Ну и пятница завершится также данными по ВВП Италии. Здесь также ожидается снижение данных по ВВП Канады. Здесь ожидается, ну, по крайней мере, здесь мы видим позитивную цифру. И выступление представителя Банка Англии Бейли. Также пройдет уже в пятницу. То есть, фактически у нас завершается последняя полная неделя этого лета. Следующая неделя будет только понедельник. Ну и дальше уже нонфармы. Ну и так далее. То есть, безусловно, рынок также будет следить за рынком труда. То есть, еще раз, да, то есть, резюмируя всю эту ситуацию, которая сейчас на рынке происходит. То есть, с одной стороны, мы видим позитив фондового рынка, но экономика еще не восстановилась до тех уровней, которые были. А уже фондовый рынок улетел. Поэтому сейчас вот этот дисбаланс, его нужно каким-то образом наращивать и восстанавливать. Куда это придет, ну, будем смотреть дальше. Если брать по текущей ситуации и по ключевым инструментам, которые мы рассматриваем в ходе данного обзора, по евро пока у нас продолжается нисходящее движение. Здесь мы видим, в пятницу мы вновь смогли уйти ниже минимальные значения, которые были сформированы 20-го числа. То есть, еще один виток роста здесь мы, прошу прощения, падение получили. Здесь я тоже для себя пробовал входить с небольшим стопом на как раз ситуацию продолжения данного восходящего движения. В первой половине дня мы видели торговлю выше максимумов, которые были сформированы в четверг, что, в принципе, давало мне предпосылки на вход, на продолжение данного роста. Но подтверждением этого не получилось в данный момент. То есть, стоп-лосс сработался, она ушла ниже. И пока здесь я остаюсь вне рынка, но пока, если посмотреть также общую динамику, общую картину, покупки здесь также интересны. Но, возможно, чуть пониже будут сформированы как раз новые уровни для входа. По британской валюте сохраняется здесь движение восходящее. Хотя вот всю неделю мы видели торговлю в таком достаточно широком боковике. И, собственно, такой ситуации тоже я для себя воспользовался. В первую половину пятницы мы торговались выше максимумов, которые были сформированы в четверг, что также дало мне возможность войти на покупку. Но я не входил сразу. То есть, я фактически вошел по самым минимальным ценам, которые были за этот день. Стоп-лосс у меня стоит за минимальными значениями прошлой недели. Сейчас мы видим, что торгуемся чуть выше, но сделка, опять же, довольно-таки рискованная. Поэтому здесь я старался взять для себя максимально близкую цену для того, чтобы максимально ближе поставить стоп-лосс. Ну и, собственно, здесь для себя ожидаю движение в максимум как раз пятницы. Ну и там у меня стоит тейк-профит. То есть, цель довольно-таки близкая, если посмотреть на волатильность, которая была на прошлой неделе. Поэтому по британской валюте здесь нахожусь в позиции. По паре американский доллар, канадский доллар, общий фон. Здесь у нас также сохраняется нисходящий. Но вот то, с чего мы начали. То есть, мы падаем и падаем. Соответственно, чем ниже мы опускаемся, тем, ну, более вероятен риск коррекции здесь и появляется. Поэтому сейчас новых сделок я пока здесь не открывал. Буду это делать только если на рынке уже появятся какие-то коррекции. Но сейчас, в целом, сценарий также остается тот же самый. Ближайшая цель – это уйти ниже минимальной значения пятницы. Это 1.3758. Затем уже следующая цель – снижение до минимальной значения 19 августа. Ну и дальше уже, если посмотреть на среднесрочную картину, то, в принципе, уже движение на 1.29 здесь мы можем увидеть в течение нескольких недель. По паре американский доллар, японский доллар, также сохраняется здесь движение нисходящее. Сейчас мы торгуемся в области сопротивления на 105.80. Цели по снижению 104. Соответственно, с текущих уровней продавать тоже не самая комфортная ситуация. Но, в целом, также динамика выглядит нисходяще. Пока здесь не было каких-то уровней именно для входа на продажу. Сейчас мы больше, наверное, корректируемся. Последние пару торговых сессий. И сейчас, для того, чтобы как раз получить новый виток нисходящего движения, нам нужно увидеть уход ниже минимальной значения пятницы. Потому что пока, с точки зрения числа от МФР, у нас сохраняется движение восходящее. А вот уж там, где оно завершится, возможно, и мы получим как раз интересные точки для входа на продолжение данного нисходящего движения. По паре австралийский доллар, американский доллар, здесь у нас тоже сохраняется пока движение восходящее. От уровня поддержки мы сейчас отскакиваем. Также была неплохая точка для входа как раз в пятницу, которую здесь я открыл тоже по минимальным значениям. То есть, фактически мы видим, что мы торговались всю неделю и отбивались от области 71.39. Как раз вблизи этого уровня я и решил войти, убрав стоп-лосс за минимальное значение, которое было 14 августа. Ну, собственно, сейчас позиция тоже открыта. Мы видим небольшое восстановление с утра. Ну, собственно, сейчас для получения подтверждения данного сценария необходимо мне увидеть уход выше максимум в пятницу. Ну и цель здесь тоже поставила довольно-таки близко. Движение на 72.66. То есть, максимальное значение, которое было зафиксировано по австралийцу, которое как раз было 19 августа. Поэтому сейчас здесь нахожусь вот в этой позиции тоже. Новозеландец продолжает корректироваться. Пока все входы, которые я делал последние пару дней, последние пару недель, первый вход у меня вышел с убытком, второй вход был в моменте давали неплохую прибыль. Но я ожидал более продолжительного роста, поэтому здесь вышел по безубытку, когда переносил как раз стоп-лосс уже в безубыток. Сейчас пока мы находимся в таком коррекции в боковике. Собственно, сейчас подтверждение продолжения восходящего сценария пока мы еще не получили. Это может произойти, если сегодня сможем закрепиться выше максимумов, которые были сформированы в пятницу. Это отметка 65.48. И тогда можем ждать еще одну волну роста на 66 и на 67 соответственно. Но пока здесь данного не произошло. Будем здесь наблюдать. Золото, кстати, тоже на прошлой неделе, в конце недели уже корректировалось. И, в принципе, если говорить о покупках, в принципе, уровни неплохие. Но если, опять же, с точки зрения вашей торговой системы, получится войти, максимально сохранив в соотношении риск-прибыль и с максимально комфортным стоп-лоссом. Сейчас мы все еще находимся в коррекции. В пятницу мы обновили локальный минимум. То есть вот такой боковичок здесь у нас сформирован. Нижняя граница – это 1911 долларов за тройскую унцию. Соответственно, если мы увидим обновление локальных максимумов, то есть золото все-таки перепишет максимум четверга и пятницы, то тогда можно будет уже искать покупки. В принципе, с целями роста до 2060-2070 среднесрочно здесь можно было бы и зайти. Поэтому к золоту тоже присмотрюсь на этой неделе и по еще хорошей точке для входа. По DAX. Пока здесь мы видим попытки также восстановительного движения. Собственно, сейчас DAX, пробовал я его открывать тоже на прошлой неделе, но мы в пятницу увидели коррекцию. Собственно, из позиции выше довольно-таки недолго ее удержал. То есть туплост у меня сработал уже на следующий день, а потом увидели еще один виток вниз. Сейчас мы уже обновляем локальный максимум, что, в принципе, нас готовит к тому, что по DAX рост может начаться. Но, конечно, с текущих уровней заходить уже неинтересно. Соответственно, после обновления локальных максимумов, если цена сможет закрепиться выше отметки 12938, и после последующей коррекции, то я для себя, возможно, рассмотрю также еще один вход по DAX. Особенно на фоне того, что S&P все-таки продолжает расти, и DAX постепенно к этому тоже начинает подтягиваться. Ну и плюс, если данные будут выходить более-менее позитивно, более-менее позитивно для DAX, то, собственно, как раз то, о чем мы говорили вчера, эту ситуацию как раз мы можем рассмотреть для продолжения уже роста. Поэтому позитив в Европе, он, безусловно, скажется позитивом на DAX. Ну и DAX не так сильно подрос, как S&P 500. То есть у него еще запас хода довольно-таки большой. Поэтому сейчас S&P 500 уже на премаркете торгуется выше максимум, которые были сформированы в пятницу. Поэтому пока здесь ожидаем как раз сохранения данного движения. Ну и цели роста, как я уже говорил, 3,500, 3,460. То есть среднесрочные цели у нас движения идут именно туда. Ну а нефть пока стоит, пока стоит в таком довольно-таки галлом пока боковике. Мы видим здесь небольшие попытки снижения. Ну, собственно, в пятницу мы видели довольно-таки по сравнению со всем месяцем мы видели довольно-таки серьезную волатильность. Цена смогла закрепиться ниже минимальной значения четверга. Ну и в принципе пока подтверждается с точки зрения часового тайма в нисходящую формацию. Если вы планируете для себя закупаться собственной нефтью, то пока здесь нужно подождать, потому что коррекция по нефти пока сохраняется. Ну вот с текущих уровней, с текущими ситуациями начинается текущая таговая неделя. Будем обязательно дальше следить. Завтра мы с вами увидимся на подкасте 2 трейдера. Новый выпуск будет опубликован на сайте. Чтобы не пропустить, подпишитесь на наш телеграм-канал и там обязательно эти данные будут тоже добавлены. Ну, а так всем желаю хорошей недели. Мы с вами увидимся в среду и продолжим смотреть, что на рынке интересного, что поменялось, что на рынок повлияло и как мы можем это использовать. С вами был Исаков Роман, компания «Миромаркет». Всем спасибо за внимание и до свидания.